Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 4 июля и давно уже пора поговорить о формировании стволов, кустов, томатов. Я вот сейчас в открытом грунте подвязываю, формирую, лишнее обрезаю. И я хочу на примере вот этого куста ответить на вопрос Андрея Гребнёва. К нему же присоединилась Ольга Крайнова. У них в теплице, вот Андрей написал, что томат, который они вели в два ствола. Вот так вот, видите, вот шел томат в два ствола. Вот этот и вот этот. Вот они они. Впоследствии каждый ствол раздвоился, и получилось, что томат у них стал уже в 4 ствола. И все они цветут, растут, и как посажены они нечасто, редко он спрашивает, что обрезать стволы вот эти, 3 и 4 или нет. Андрей, сейчас я вам расскажу, какие варианты могут быть. Вот смотрите, если вы говорите, что у вас посажены они нечасто, и как вы написали еще, что там вверху стало загущено, но в каком смысле загущено? Им не хватает солнца или им не хватает места? Вот если у вас, вот я на примере одного, вот один из двух стволов, вот так вот раздвоился, и если уже цветет и этот, и этот, уже как на пороге формирования завязей, то вы можете вот этот 3 и 4 весь не удалять, я уже про это рассказывала. Вот смотрите, вот этот идет основной у вас, а этот, который вырос без спроса, если он светет, вы его можете весь не удалять, а удалить только вот эту точку роста, вот видите, вот это вот. Но нужно обязательно оставлять 2 листа. И с этой стороны, и на втором стволе вы можете сделать так же, и продолжать вести в 2 ствола. А на этих вот, на пасынках, которые выросли без спроса, у вас будут просто лишние 2 кисти. Я вам показываю это на улице, но вы представьте, что это мы в теплице находимся. Просто я в теплице уже все лишнее пообрезала, мне там даже негде показать, как томаты раздваиваются, у меня там раньше они высажены, я все это же давно обстригла лишнее. И еще, если, например, пасынок вырос, который бесплатно, вот этот вот, ой, без спроса, если он еще не цветет, если он еще не цветет, а на основном стволе цветочная кисть цветет, то вы можете его обрезать, потому что здесь будет быстрее. Но удаляя вот это все и обрезая, каждый должен подумать, какая это по счету кисть. Нужна ли она вообще вам, вот которую вы, например, вот здесь будете оставлять цветущей. Если у вас короткое лето, или это, если эта кисть уже там цветочная девятая, или десятая, или даже одиннадцатая, и вы уже понимаете, что она, наверное, будет лишняя для растения, что растение не осилит столько, тогда вы можете удалить даже и вот эту цветущую вместе со всем этим пасынком. Подходите к томату, считаете, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот она, это уже седьмая. Вот у нас, например, в открытом грунте пять-шесть кистей, больше мы не оставляем. Поэтому, когда вот этот раздваивается ствол, жалко его или не жалко, если эта кисть лишняя, седьмая или восьмая, я все равно ее буду удалять, потому что я знаю, что для растения эта, она будет лишняя, если это крупноплодный сорт, то будут плоды мелкие. И вот здесь, вот с этим раздвоением, это даже не, это уже вопрос второй, раздвоился он будет четыре ствола или пять стволов. Самое главное, вам нужно посчитать, сколько кистей уже есть у вас сформированных и цветущих, например, на основных стволах. У нас вот в теплице семь кистей, больше у нас растения не осиливает, лето короткое, не успевает. И если семь кистей уже есть, но ствол раздвоился еще раз, и вырос хороший, здоровый пасынок с цветочной кистью, его все-таки рекомендуется лучше убрать. Потому что это будет лишнее обессиливание растений, оно будет тянуться, будет, представьте, будет тратить время на цветение, на оплодотворение, вот на завязывание, на формирование плода. Но пока оно все вот это раскачается, они эти уже сформируются, и уже время уйдет, и она будет у вас просто лишней. Поэтому вот тут тоже нет однозначного ответа на вопрос, как удалять стволы, не удалять. Какой это сорт у вас, крупноплодный или мелкоплодный? Если мелкоплодный, можно оставить все четыре вот эти стволика, а не если, например, пальчиковые или какие-то, ну как маленькие, кругленькие есть, кистевые всякие там. Можно оставить и четыре ствола, листья потом лишние уберете, чтобы не было загущенности и все. Но если это крупноплодный сорт, если у вас они раздвоились и стало четыре ствола, а на каждом стволе формируется по две, по три кисти, это, конечно, очень много. Лишнее удаляйте. Если вам жалко удалять весь ствол, вот как я говорила, оставляете цветок, это вот так раз, прищипываете и все. И у вас будет также по-прежнему два ствола, будете дальше ввести, например, в два ствола. Ну и не ввести, оно уже, наверное, доросло до потолка, оно больше не... ну ему уже не надо больше высоты. Вот, это такой вариант. Еще если, например, оно у вас доросло до самого потолка, но кистей еще много, и вы знаете, что она у вас по времени может вызреть. Некоторые просто приспускают весь этот куст. Вот видите, он как... вот это старое... вот этот ствол первоначальный, он всегда как-то изгибается. И если, например, его от шпалеры чуть-чуть освободить, некоторые делают так, опускают его, и вот так вот немножко петлей вот здесь закручивают. Я никогда так не делаю, потому что боюсь, что ствол сломается. Но они вот так немного понижают, и тогда можно еще дальше вверх пустить его, оно будет дальше расти. Все, до свидания. Это я Андрею Гребневу и Ольге Крайновой ответила на то, что делать, когда каждый из двух стволов еще раз раздваивается, образуются четыре ствола, удалять их или нет. Это все индивидуально, зависит от сорта, от того, крупноплодный сорт или нет, от того, сколько уже кистей у вас на томате. И нужен ли вам этот третий или четвертый, если он вам нужен, то прищипывайте после цветочной кисти, оставляя два листочка. Все.